Спасибо. До свидания, Энрике. Каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что его прослушивают очень много людей из разных агентств США, не говоря уже о других странах. Американским СМИ стало известно, что в тот же период Трамп говорил не только с Зеленским, но еще и с пятью лидерами других стран, в том числе и с Владимиром Путиным. В палате представителей уже прошли закрытые слушания. Там хотят выяснить, какой именно информацией мог поделиться Трамп. После трехчасового заседания глава комитета по разведке Адам Шиф сказал, что текст рапорта скрывают от Конгресса, хотя по закону должны были его предоставить. Директор национальной разведки принял беспрецедентное решение не передавать жалобу Конгрессу. Но я не знаю, является ли Белый дом непосредственно вовлеченным, потому что мы не можем получить ответ на этот вопрос. Разговор Трампа и Зеленского еще ранее стал предметом расследования. В Конгрессе хотят выяснить, пытался ли президент США и его адвокат Рудольф Джулиани манипулировать украинской властью, заставив способствовать переизбранию Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Сам Джулиани в интервью CNN сделал неожиданное признание, что обсуждал с представителями украинской власти расследование против сына Джо Байдена. Вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена? Конечно, да. 21 августа газета New York Times опубликовала расследование, в котором речь шла о встрече друга и адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Под данными издания на встрече обсуждалось в том числе и расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Речь идет об уголовных делах в Украине, в которых фигурирует газодобывающая компания «Бурисма», делавшая выплаты Хантеру Байдену. Джо Байден – один из претендентов на пост президента США Демократической партии и главный конкурент Трампа. История с потенциальными уголовными делами в Украине может серьезно повредить его избирательной кампании. Сам Байден неоднократно говорил, что его сын не имеет отношения к коррупционным схемам. Зеленский пока не комментировал эту историю, но на сайте президента Украины есть сообщение 25 июля о разговоре с Трампом, в котором президент США выразил убеждение, что украинская власть сможет, цитата, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. О каких именно делах идет речь, не уточняется. Этот скандал развивается на фоне предстоящей первой встречи Трампа и Зеленского. Уже заявлено, что президенты должны провести переговоры 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Вениамин Трубачев. Настоящее время.